Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Есть создание трех постов безопасности на дорогах, которые проходят непосредственно в близости от Смоленской станции. Смоленск АЭС повышает защищенность. Атомная электростанция не является опасным с точки зрения экологии объектом. Общественность в очередной раз признала атомную станцию экологически ориентированным предприятием. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Задачи, которые стоят по выработке электрической энергии на сегодня 100,2%, а за неделю на 116,5%. То есть динамика положительная, выработано 27 32 мегаватта. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. Три блока в работе, суммарная мощность 3195 мегаватт, существенных замечаний по работающему оборудованию, препятствующему внесению нагрузки, нет. Выработка электроэнергии за 7 дней ноября составила 459 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 170 миллионов. С начала года энергоблоками Смоленск АЭС выработано 18,3 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции вручил награды ко Дню работника атомной энергетики и промышленности. За многолетнюю добросовестную работу в атомной энергетике, большой личный вклад в обеспечение безопасной, надежной и эффективной работы атомной станции работникам были вручены медали и грамоты. 3 июля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон номер 356 о внесении изменений в статью 31 Федерального закона об использовании атомной энергии, согласно которому в целях повышения уровня антитеррористической защищенности объектов использования атомной энергии будут установлены зоны безопасности с особым правовым режимом. Рассказывает начальник службы безопасности атомной станции Александр Юскевич. Александр Павлович, скажите, пожалуйста, вот насколько известно, в регионе расположения Смоленской АЭС будут созданы зоны безопасности. С чем это связано и для чего они предназначены? 3 июля 2016 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон номер 356. Этим законом вносятся изменения в 31 статью закона об использовании атомной энергии, согласно которому будут установлены зоны безопасности. Зоны безопасности – это территории с особым правовым режимом. Порядок установления и обеспечения этого режима должны определить правительство Российской Федерации с учетом особенностей каждого ядерного объекта. Федеральный закон вступает в силу с 2017 года, с 1 января. Какие работы ведутся в рамках создания зон безопасности? По исполнению закона на всех площадках концерна «Росэнергоатом» развернуты большие подготовительные работы. Не исключением не стала и наша станция. Есть несколько направлений деятельности, по которым эта работа ведется. Первое – нами разработаны и поданы предложения об установлении зоны безопасности вокруг Смоленской атомной электростанции. Кроме того, мы проводим большую работу по внесению изменений в организационно-распорядительные документы, определяем источники финансирования для будущих работ, а также проводим большую работу по совершенствованию уже существующих систем физической защиты станции. В перспективных планах есть создание трех постов безопасности на дорогах, которые проходят непосредственно в близости от Смоленской станции. Также мы планируем оснастить эти дороги техническими средствами и системами видеонаблюдения для контроля за дорожной обстановкой. Проводятся ли какие-то реальные учения тактические в регионе расположения Смоленской АЭС? Да, конечно. Например, в июле текущего года вблизи нашей станции и непосредственно на территории, прилегающей к ней, а также в городе, прошли крупномасштабные антитеррористические учения с привлечением различных сил, задействованных на этом направлении. Это и Федеральная служба безопасности, и войска национальной гвардии, как батальон охраняющий нашу станцию, так и приданные силы, подразделения МЧС России, подразделения Министерства внутренних дел, наша Десноборская полиция. В ходе этих учений отрабатывались вводные по поиску условных террористов, которые были внедрены в ближайшее окружение станции. Проводились разведывательные мероприятия по обнаружению схронов, по обнаружению различного рода закладок, как вокруг станции, так и в городе. В ходе учений отработаны вопросы взаимодействия, повышена боевая выучка подразделений, занятых на охране Смоленской АЭС. Ход учений показал, что создание зон безопасности на сегодняшний день является достаточно своевременным и востребованным делом. Какой цели планируется достичь от создания зон безопасности? Ни для кого не секрет, что угроза терроризма продолжает оставаться актуальной, поэтому проведение этого комплекса работ будет способствовать повышению общей безопасности станции, повышению физической защиты. Оздоровлению криминальной обстановки вообще в городе, вокруг АЭС, ну и, соответственно, способствовать надежной работе энергоблоков, что значительно повысит нашу с вами защищенность и безопасность. Три поста дополнительных, а можно обозначить, где они будут эти посты? Да, можно. Эти посты будут на месте пересечения основных дорог, которые проходят вокруг станции, эти посты будут оборудованы средствами видеонаблюдения, средствами досмотра, и мы полагаем, что службу на ней будут нести как наши сотрудники, так и сотрудники органов внутренних дел, в зависимости от складывающейся оперативной обстановки в районе объекта. Мы все знаем нашу дорожную сеть, это дорога из города, это объездная дорога вокруг дачных поселков, да, и направление на дорогу. Публичная презентация отчета по экологической безопасности Смоленск АЭС состоялась в администрации города. По мнению присутствующих, это свидетельствует об открытости предприятия, что является основой доверительных отношений между станцией и населением региона ее расположения. Подробные данные производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды, представленные в официальном отчете Смоленск АЭС, объективно свидетельствуют об отсутствии нарушений природоохранных требований и нормативов. Кроме того, по словам начальника отдела охраны окружающей среды атомной станции Светланы Аксеновой, деятельность Смоленск АЭС в области экологии постоянно совершенствуется. Внедряются новые системы и оборудование, проводится работа с законодательной и нормативной документацией. Я хочу сказать слова благодарности нашей атомной станции, информационному центру, за то, что мы все время находимся в ведении нашей экологической обстановки. Для нас проводятся вебинары для педагогов, проводятся различные конкурсы, где мы можем участвовать в социально значимых проектах. Проводятся научно-практические конференции, где мы выступаем и сами, как педагоги, и ученики со своими исследовательскими проектами. Поэтому я хочу поставить оценку «отлично» за то, что мы так информированы об охране окружающей среды, о состоянии окружающей среды нашего города. С отчетом по экологической безопасности Смоленск АЭС можно ознакомиться на сайте концерна «Росэнергоатом», на странице «Смоленск АЭС» в разделе «Безопасность и экология». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин